Ас-саляму алейкум, рахмату ллахи ва баракату, братья и сёстры. Отношения между свекровью и невестой – злободневная тема. Мудрые наши предки говорили, скажи дочери, чтобы поняла невеста. То есть мудрые из наших предков, мудрые женщины никогда не говорили то, что могли бы позволить сказать своей дочери, не говорили невесте. А если уже необходимо было сделать какое-либо замечание, они делали эти замечания в присутствии невесты своим дочерям. То есть они сохраняли дистанцию, не нарушали пространство, личное пространство друг друга. Потому что как бы свекровь не называла невесту «моя дочь», она не дочь. И как бы не было принято называть свекровь мамой, матерью, она тоже не мать. Об этом нельзя забывать. И самое главное, из той ноши, которая ложится на плечи невесты, это ее долг перед вашим сыном, это ее долг перед своим мужем. И за это с нее будет спрос перед Всевышним Аллахом. А что касается ее отношений, ее снисхождений, ее благодеяний, ее службы своей свекрови, то есть родителям своего мужа, это благое деяние, за которое невеста получает награду от Всевышнего Аллаха. Это не входит в область ее обязанностей. И поэтому за каждое благодеяние, за каждую любую снисходительность она заслуживает благодарности, она заслуживает признательности. И точно так же невеста должна быть взаимной в любых благодеяниях, в снисхождении своей свекрови в ее адресе. То есть свекровь должна воспринимать любое благодеяние, любую поддержку со стороны невестки, как ее щедрость, как ее благодеяние. А невеста должна всячески оказывать поддержку своему мужу в проявлении доброты, долгопочитания его родителей. И тем самым проявлять, стараться максимально быть вежливой, терпеливой, быть снисходительной в отношениях со родителями своего мужа. Да поможет Всевышний Аллах всем достичь довольства Всевышнего Аллаха в отношениях друг к другу. Ас-саляму алейкум, марахмату Аллахи ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok